ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату сегодня иншаллах мы с вами разберем суру альфа лао это сура состоит из пяти аятов и многие уже знакомы с ней и но сегодня посмотрим на те ошибки которые вы возможно допускаете и иншаллах сможете обратить на них внимание и исправить иншалла и так бисмиллахи рахмани рахи и начинается слов это сура дома у у на эту четко говорим вам оль при этом внимательно что не следует говорить оле оль за фиксируйте махрад сталкивается у вас два органа речевого аппарата и звук мы слышим оль именно тогда когда у вас есть взаимодействие в махраде далее аузу внимательно а не следует читать как а не следует читать как и и рузу или ауну тоже неверно а а у лу айн злобный ру ру внимательно чтобы у не переходила в твердость в ру 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 и после этого у нас идет вал над которой сукун ария и подсказывает дома передувал что это долгий после того как мы прочитали у мы произносим от и дай внимательно что часто произносит его как изу эквивалента в русском языке этой буквы нету да ну схожа с английским кто учил английский дань на городе лесу или еще как-то здесь уже дома короткая ул далее переходим к следующему слову by robbie by сказкой внимательно чтоб не было by by robbie by robbie by четко by ра ра твердо не раббера нет биро при этом не успели усердствовать с твердостью ролл ролл да так тоже не надо делать биро далее у вас идет удвоение до после ра и мы фиксируем уже махрач губы у нас до махрачью будет губы здесь внимательно обратите на эту фатху внимание перед удвоением часто ее сокращают спеша перейти на суккун следующей буквы биробби нет биро биробби здесь мы фиксируем ахрэш так как две буквы и характеристики сэфаты мах этой буквы такие что мы не слышим вот эту сукку с букву сукку нам да вот в отдельности так как мы например на сукку не бы ее слышали бы да то есть такого звука нету мы не говорим биробби биробби мы чувствуем вот эту тяжесть которая здесь есть махраджи но не переусердствуйте да не сильно нажимайте чтоб не было биробби тогда она склонна или к оглушению или вот такой звук очень напряженный неестественной следующий алям сукку нам при переходе внимательно чтобы у нас не переходила опять же на суккун быстро и касса не сокращалась биробби биробби фаля по ошибка например биробби биробби фаляк биробби фаляк да то есть очень быстро для сразу переходим после би хамзе талас у нас читается только при начинании поэтому мы и не читаем переходим на лям лям придержим да не отрываем быстро ну как это было и вначале здесь биробби фаляк о здесь внимательно что фаляк как и другие просто огласованные буквы мы читаем одинаково не говорим биробби фаляк как-то ускоряясь нет говорим например здесь биро тут фаляк одинаково биробби фаляк о последняя буква у нас кассиры но при остановке если вы вдруг хотите соединить это у вас это кассир сохранится но если вы останавливаетесь в конце аята как мы сейчас с вами делаем то тогда у нас этот хоров произносится с укуном и так как это буква относится к буквам он поля то она произносится путем резкого разъединения в махраде да то есть у нас задняя часть языка а и мы резко разъединяем его а то есть внимательно чтобы не было это схожа согласовкой только нужно отсоединить от махраде и все не нужно открывать еще при этом дополнительно рот он как бы приоткрыт потому что иначе звук вообще не вышел но дополнительно при произношении буквами не открываем или что-то другого не делаем биробби фаляк о переходим к следующему аяту мин шайт вима халяк о мин мы здесь видим ну на дне нету никакого знака если на дну нету никакого знака или над какой-то другой буквой значит это свидетельствует о том что это или и двум или их факт их во бывает только сну на идут вам бывают и с другими буквами в данном случае мы посмотрим на следующую букву что это буква щен и зная правило мы скажем что это их фа но он вся кино то есть утаивание но он всякими утаивание происходит таким образом что мы как будто уже настраиваемся произносить букву щен вот приблизить приближаясь к этому и в этом положении произносим ну и получается как будто такая только на зализация около буквы щен мин шерри да не мин шерри иначе это извар будет мин шерри здесь мы чуть-чуть протягиваем то есть не говорим просто мин шерри а чуть-чуть дольше мы эту на зализацию как бы удлиняем у нас степень длина лунная здесь дольше вся внимательно что это не шо и нищая потому что опять же или шо говорят твердо или ща делая с ним букву щ вместо ш это мягкая щен мин шерри далее идет тожди дыра то есть у нас удваивается харфора удвоение харфора мы видим сверху удвоение снизу косра это удвоение с косры да то есть если мы продолжаем у нас здесь читается ара удвоено и еще она и мягкая миша и для внимательно что не должно быть шарь шары да такой сильные вибрации или шаре вообще не отсутствует у нас есть такой небольшой такри то есть вибрация которая показывает о том нам что здесь две буквы ра следующая мим у нас мягкая буква немало но нет на при этом не забываем ее потянули в 2 ракета мы дали халя о халя о при остановке здесь тоже мы сделаем с укуном последним букву опять же длина голосовок как и здесь да у нас тоже идет такой же длины все огласованные буквы одинаковой длины х твердая буква халя халя не надо говорить халя или х халя да то есть некуда на русскую букву х х если буква афу нас это задняя часть языка тоха еще дальше да то есть это уже начало как бы верхняя часть горла х для о тоже of уже как и здесь я вам уже говорила меньше время халя о произнесли этот аят далее третий аят у а мин шерри оси кин и за а обе уа внимательно что мы губы вытягиваем вперед уа легонько не сжимая чрезмерно на уа но при этом акцентируя внимание на то что это махрач буквы уа это губы далее идет мин шерри то же самое как и было в предыдущем аяте тут тоже те же буквы те же слова поэтому не повторяюсь и после мин шерри у нас идет гаин уже до долги оси кин войн сватой внимательно что это твердая буква и эта соседка буквы х а вот у нас было халя а здесь оси кин они примерно в одном месте да то есть ван чуть-чуть ниже то есть это махрач верхняя часть горла а при этом внимательно него нет а а и не чрезмертируете в твердость его нет оси кин си мягкая буква плюс кастра не слыни волосы кин в си аф здесь твердая но у нее кастра поэтому не наименьшая степень твердости здесь оси кин и надо говорить волосе куин куин ты тын оси кин и у нее танвин мы видим танвин один под другим находится танвин мутараки ботан до этих к сратам мутараки ботан то есть мы читаем им четко и ясно нун который здесь вот в танвине да то есть у нас вторая палочка здесь кастра указывает на нон вся кино мы произносим четко оси кин и далее а почему четко потому что здесь гамзе и и да да не говорим и да или какой-то то сель или еще что то нет четко и и да внимательно в этом именно слове и да бывает часто ошибки когда идеи говорят и да нет и да да ну при этом не дал не делаем твердо и да 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 уже было у нас до читаем вытягивая губы уа-уа то есть мы не тоже не чрезмерствуем сжатием губы чтобы звук мог выйти в обе при остановке б с фахой превращается в сукун и тоже как и в этих двух предыдущих аятах у нас резкое размыкание то есть полтора в обе внимательно не ускоряйтесь на этом холи а вот говорят вот эти последние как бы ускоряясь слог нет в обе сохраняйте уа-а-а и только потом да то есть не спешите это 3 яд я еще раз его прочитаю ламины еще и оси и и за лабора б 4 яд вами шерри нафа-тефе и ля-а-а-а-дэ здесь у амин шерри тоже начала как и в предыдущем аяте да и перед этим тоже эти слова встречались но здесь есть переход очень важно несколько удвоенных букв подряд шерри до косра нора мы ее не сокращаем читаем полностью при этом тоже не подтягиваешь это тоже не нужно так и потом переходим на удвоение ну надвоение но мы видим то ждет плюс сверху фата внимательно что ну вот это на залезаться в удвоенных ну и мим она больше чем мы например просто в арабском языке говорим да мы там сказали аннас но здесь будет аннас то есть дольше мы тянем так и здесь в этом примере аннафе-тэти да то есть нун будем мы чуть подтягивать дольше луна будет дольше значит внимательно что переходим эту кассу не сокращаем то же самое перед фа удвоенной внимательно фат хуже не сокращаем перед фа-фа даем время двух букв фа с укуном и фа согласовкой да получается аннафе-тэти да то есть не авт-апа-апа-апа если вы зажмете вы как бы не будете слышать эту букву мы должны услышать это если другой пример значит потом фа долгий фа-фа у нас маленькая алиф показывает что то есть долгий будет с плюс маленькая алиф это долгий внимательно это не са-фа-фа да то есть мы кончик языка чуть-чуть у нас выходит идти внимательно это нет и ты-ты-ты она не маджура она у нас махмуса буква махмуса не ты-ти-ти значит этот эту часть у аминь шевинь на фа-тэти да здесь очень внимательно потому что три удвоенных подряд для русского языка это конечно необычно так скажем далее идет фи у нас фа плюс косра и долгий и но внимательно да это вот здесь это в конце строчки поэтому если вы читаете с мусхова вообще совет да когда у вас идет особенно вот сукуны вот такие сукуна ряда невидимые в конце как правило это говорит от айдлами лихва или долгим но долгий он склонен к сокращению иногда если здесь нету мэдда до который говорит что мы там его тянем дольше как здесь и нам тогда когда вы читаете быстренько нужно глазами уже посмотреть на что же дальше да как здесь было например мин такой сукун и мы быстренько смотрим что это щен что это не идолам здесь да потому что сукунари можете на идолам указывать и на их а это их фа потому что здесь хорошим так и здесь у нас идет фи если отдельно это будет фи но мы смотрим что следующее слово нас начинается нам заторваться и лям потом сукуна поэтому мы долгий здесь не читаем не фи лео поди да афи просто будет коса я мы не тянем и переходим сразу на лям всякий нам заторваться не читается фи лео поди на ту слям всякий нам мы не фили фили задерживаем на махраджи у вытягиваем на даму фи лео а д до д даль тоже паркала фи лео коды значит этот аят вами шерри на фа сети фили ло поди и И последний аят в этой суре. Ва мин шарви ха си дин, ида ха сады. Ва мин шарви, это уже было, повторяется. Ха си дин, ха, да, это середина горла, это не ха си дин или ха си дин. Ха, ха си дин, внимательно здесь с касой си, не хе тоже, да. Ха си дин, четко дин, не тин, дин, оглушает иногда. Ха си дин, ида, дин, ну, четко произносите, переходите на хамзу. Ида, да, не ида, уже про это говорила. Ха сады, тоже не ха сады, ха сады, иногда сады, вот это сокращение гласовки. Ха сады, четко произносим даль, сакунируем ее и делаем палкала. Тут все аяты в этой суре заканчиваются на палкала. Аль фаляку, халяку, ва кабы, аль у кады и хасады, да, вот эти все примеры. Таким образом, вы можете изучить все возможные ошибки и не допускать их. Конечно же, на уроках таджавида более подробно еще об этом говорим. Если у вас есть вопросы, задавайте их под видео. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.